Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Олимбет. Народный букмекер. Олег Петрович, подведите, пожалуйста, итоги первого сбора. Сбор прошли, самое главное, втянулись, познакомились с новичками. У нас были ребята на просмотре некоторые, ну, значительная часть. Хорошо, что мы сыграли спарринг с Ростовом. Очень нужный, очень хороший спарринг. Мы играли против основной команды, и здорово. Он очень информативный, для нас был очень полезен. Наложило ли какой-то отпечаток то, что это межсезонье очень короткое? Ну, они, в принципе, летний межсезон не всегда короткий. То есть мы к этому... В прошлом году было разве что на неделю больше. Отдыхали ребята, потому что отдыхать очень важно. Сейчас отдыхали меньше, из-за этого мы перестроили немного и программу первого сбора. То, что костяк команды остался неизменным в таких условиях, это, наверное, только плюс с учетом такого короткого межсезонья? Да это неотъемлемая часть. Потому что делать какие-то изменения мы должны планомерно. Потому что мы с вами проговаривали год назад о том, что вливание одного-двух новичков в команду – это работа. Это работа, потому что нужно интегрироваться в тактику, в коллектив и так далее. Когда их больше, то, конечно, безусловно, это еще больше работа, скажем так, по этой интеграции. В самую короткую предсезонку этого сделать невозможно. Невозможно ни в коем случае. То есть есть определенные вообще закономерности и стратегии селекции, но мы сейчас не об этом. То есть в плане годового цикла не только у нас. Вообще в принципе в футболе есть определенные закономерности, стратегии по селекции. Это правильный опыт и нужно двигаться так. Если мы не будем этого делать, а вот мы бы взяли теоретические, ну, как говорят, нужно выходить, поменять команду. Ну, это расстрел просто сразу. Это так неправильно, так не нужно. Не надо кого менять, потому что все достойны и все действительно заслужили шанс для того, чтобы проявить себя на более высоком уровне. Довольны ли вы работой новичков сейчас на этом сборе и какие качества они привнесут в команду? Они стараются, им сложно. Им сложно, потому что и даже сами ребята говорят, что там изменения в технике, тренировочный процесс. То есть для них это сложно. Но мы же их отбирали по качеству, мы их приглашали по качеству, поэтому мы очень на них надеемся. Мы наоборот им говорим, что, слушайте, успокойтесь, потому что они переживают, успокойтесь, как бы будем двигаться поступательно, все нормально. Потому что желание и эмоции это хорошо, да, но очень важно качество. Сейчас их придавило, конечно, но то, что ребята могут давать качество, мы абсолютно в этом уверены. Какую пищу для размышлений дал спарринг с Ростова можете немножко конкретизировать? Да, мы должны действовать более агрессивно. Мы должны действовать, быть более подвижны, потому что это другие скорости. Другие скорости принятия решений, исполнительское мастерство. Для этого есть тренировочный процесс, потому что все футболисты могут отдать передачу. Безусловно, в любой лиге, мы это все сами понимаем. Вопрос своевременности и точности отдать ей передачи. Над этим мы работаем с первого дня сбора и будем продолжать над этим работать. Какая работа ждет команда в Бронницах? В Бронницах у нас будут уже более интенсивные тренировки. У нас будет много тактических вещей. И мы будем работать над тем, чтобы работать быстро и точно с мячом. Субтитры создавал DimaTorzok